Сейчас я прошу сюда на сцену выйти в нашего, еще одного нашего уважаемого доктора. Это Юлия Сергеевна Болдырева, это врач, это кандидат медицинских наук, одержболог-иммунолог. Добрый день, уважаемые коллеги, гости-партнеры. Я коротко расскажу о нашей каждодневной практике использования перезонанса. Я занялась этой методикой более пяти лет назад и сразу поняла, что она революционная методика, потому что мы можем помочь пациентам с точки зрения нескольких позиций. Во-первых, всегда, я думаю, доктора со мной согласятся, что всегда есть такие ситуации, такие пациенты, которые непонятны. То есть есть достаточно классические случаи, когда мы можем помочь нетрадиционными способами. Но вот такими сложными пациентами особенно интересно заниматься и получать позитивный эффект от терапии. Коротко методика использования перезонанса и, скажем так, алгоритм использования перезонансной терапии у нас таков. То есть, конечно же, мы учитываем объективный осмотр пациента, его клиническую картину, его данные различных исследований, но обязательно делаем перезонансное тестирование или диагностику. Почему? Потому что на протяжении этих лет практики мы поняли, что всегда есть какое-то отягощение у пациентов. То есть к нему можно отнести паразитарную нагрузку, простейшие бактерии, вирусы, какие-то токсические вещества, которые могут приводить к патологии. И, в общем-то, мы получили несколько интересных результатов. Но вот я сейчас скажу, в общей терапевтической практике, да, в педиатрии очень хорошо получается лечить отиты. То есть быстро, особенно вот когда только-только заболевает ребенок, начинает болеть ухо, терапевтические программы отлично работают. Параллельно с какими-то антибактериальными, которые можно назначить. Гипертоническая болезнь, терапевтические программы и комплексы очень хорошо работают у пациентов. Также последствия инсультов у нас несколько было пациентов, которые стали очень хорошо реабилитироваться. Такое сложное аутоиммунное заболевание, как рассеянный склероз. То есть с ним вообще очень тяжело справляться, врачам. Но у нас есть очень хороший результат. Пациентка из Германии. Она, в общем-то, страдает достаточно давно. И мы с ней работаем полгода. То есть она практически была без движения. Сейчас она ходит без поддержки на достаточно длинное расстояние. То есть она очень благодарна этому методу. Но хочу отметить, что в таких тяжелых случаях пациент должен сам активно хотеть. Как мы говорили, активно хотеть и желать выздороветь. И целеустремленно выполнять наше назначение. То есть в этих случаях бывают очень хорошие результаты. Еще по педиатрической практике уже в аллергологии. Конечно, у нас больше аллергологических пациентов. И кожные в основном проблемы идут. Но тоже тяжелые различные проблемы могут быть. В частности, грибковое осложнение, крапивницы очень частое заболевание. И, конечно, мы выявляем тоже паразитарную нагрузку. И вот один из наших успешных результативных таких показательных моментов. Тоже ребенок с бронхиальной астмой, который в результате вылечился и отказался от ингалятора. Он проходил антипаразитарные программы. И к нему приехали гости. Тоже гости, ребенок. И их положили на двухъярусную кровать. То есть наш пациент с прибором наверху. Ребенок-гость внизу. И никто родителям приезжего ребенка не сказал, что он лечится. И в течение ночи, то есть через три часа после того, как они улеглись спать, тот ребенок-гость, девочка, проснулась от болей в животе. И при походе в туалет оказалось, что мы провели активную гильмитизацию аскорид. То есть буквально, как говорят у нас, у докторов на конце иглы. Поэтому родители впечатлились и, в общем-то, тоже купили аппарат потом. Вот такой интересный опыт. Отличные результаты лечения грибковых инфекций кожи, папилломатоза кожи вирусной, папилломной инфекции, которые по результатам диагностики есть практически у 100% пациентов. Вы знаете, что бывают не онкогенные вирусы, папилломы онкогенные вирусы. Поэтому, конечно, на это надо обращать внимание и лечить. Особенно в гинекологической практике тоже. И что бы еще хотелось рассказать. Вот коротко, очень яркий пример нашего лечения. Я уже как-то об этом рассказывала, но мы только начинали с этим пациентом. То есть мальчик 22 лет, он был абсолютно здоров, спортсмен. И получилось так, что он пока боролся где-то, сломал нос. Когда его пошли, когда он поступил в клинику, его восстанавливать нос, получился как-то вот перелом костей черепа во время того, как его стали лечить. А после того, как он реабилитировался от этой трагедии, он заболел тяжелым менингитом. То есть, представляете, череда таких вот ситуаций его еле спасли. И после того, как спасли, он полностью осыпался псориатическими высыпаниями. То есть, вот такой вот сбой громадной иммунной системы. И он обратился к нам, причем мы его лечили по интернету, потому что он живет в другой стране. То есть, вот еще одна из возможностей перезонанса, что мы можем с помощью интернета помогать пациентам. И, конечно же, когда мы его продиагностировали, то нашли весь блок паразитарных инфекций. Обязательно стрептокок, стафилокок присутствуют при осложнении грибковой инфекции, вирусы. И, конечно, недостаток микроэлементов. А это тоже очень важный аспект, потому что вот была приведена сейчас у нас на кафедре научная работа, в которой было как раз показано, что псориаз, он очень часто осложняется инфекцией и недостатком микроэлементов, что ведет к тяжелой патологии иммунитета в дальнейшем. Поэтому я сейчас покажу до лечения. Картинки не очень лицеприятные, но предварительно скажу, что мы его лечили только биорезонансом, давали внутрь микроэлементы, и местное лечение кожи было классическое, вот как принято в дерматологии. Вот это до лечения. Не знаю, видно? Не-не, левую, левую. То есть вот парень, он полностью обсыпан, препарат красный, который видите, это фукорцин. То есть он является мощным антисептиком, просто это дополнительное лечение кожи при этом процессе. Вот это вид спереди. То есть тут мы уже начали лечение, от шеи были вот эти вот псориатические высыпания полностью. И вот вид сбоку. То есть вот как шагренивая кожа фактически. Следующие картинки будут спустя 3 месяца после лечения. Это где-то середина. Середина лечения. То есть уже стали усыпания разрешаться. Вот такой вот красивый пёстренький. То есть вы видите, что кожа фактически очистилась. То есть во многих местах ободочки красные остались, да, а в середине уже кожа начала очищаться. То есть руки, вот руки. То есть вот так вот выглядит. И буквально ещё через 3 месяца после лечения. То есть это для нас, аллергологов, дерматологов, очень хороший результат, потому что кожа фактически чистая. То есть единичные остались высыпания. То есть тут уже практически отличный результат. Вот таким образом. То есть парню надо было быстро вылечиться, потому что он уезжал в сторону, в другую сторону на обучение. И, в общем-то, на данный момент фактически кожа чистая. Он продолжает наше лечение, продолжает пользоваться прибором и выполнять рекомендации. То есть вот мы, конечно же, очень довольны результатами, очень активно обследуем пациентов. И можем сказать, что методика имеет огромное будущее и сейчас, и в настоящий момент, и в дальнейшем. И поэтому я очень призываю и коллег, и докторов активно присоединяться. Особенно вот с помощью нового прибора диагностического, нового комплекса диагностики. Мы сможем уникально подобрать ту частоту, которую необходимо ввести этому пациенту. Потому что иногда мы тоже не совсем уверены. Основой диагностики это будет нам гораздо проще делать и справляться. Спасибо за внимание. Передаю микрофон нашему представителю Кутербургию. И я с великой.